Девушки отдыхают 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 на левом фланге, еще одна подача, боровки отбиваются, удар по воротам, и угловой, хотя показывают игроки Бейбеги, что мяч попал в руку. Как вы видели? Я видел, да, что подание в руку было, по мне, рука в естественном положении, и перед этим игрок стоит, и он чиркает головой, и поэтому прямо там с полуметра, где-то с метра прилетает, нет возможности убрать, как я видел в игре. Давайте посмотрим положение этой руки. Давайте. Вот первый повтор, скидка за спину, куда попадает мяч? Мяч попадает в руку, я это видел, абсолютно. То есть нам нужно понять, насколько она отставлена? Да, а сколько отставлена? Во-первых, контакт есть, ему нет возможности убрать, она прокатится от плеча вниз, да, ну, играем дальше. А плечо, а можно еще повтор посмотрим, и вопрос, чтобы зрители понимали. Плечо считается плечом до какой? Примерно до конца рукава, если он не очень длинный. Понятно. То есть те, кто выходит с рукава до кисти? Вот видите, впадает в рукав, прям, да, в этот. Дальше, да, но говорю, если бы хотя бы игрок в черном перед ним не сыграл, возможно, да, там, когда длинное, большое расстояние, есть возможность убрать. Здесь, конечно, когда с рикошета метр между ними, ну, у него физически нет возможности убрать, он все делает, чтобы ее убрать, но мы понимаем, что попало там в ключо, да, да, все. Понятно. То есть пенальти нет? Нет, нет, нет. Не забыл. Перевод налево. Ежов и выбивает мяч Гиля, таким образом подводя черту под первым таймом. 1-0. Броук и впереди благодаря голову Ильи Мазурова и в силуэты подачи с правого фланга. Удар поворотом в дальний угол. Кашутов дернулся. Продолжается матч. Перевод направо. Ама. Пас штрафную. Неплохо туда Пухов открывался, но слишком сильно. Плюс 4 подписчика за трансляцию. Так. Удар, Зириков! Мяч отбивает. Отбивает перед собой, но высоко. И там еще и соперников не нашлось. Ну, а Броуки устремляется в свою контратаку. И здесь снесется Гиля. Господи, у него еще силы остались. Он ушел от свежего жильяка. И он ушел от Новика. Посадил его на желтую. После Дмитрия Жилинского, конечно. Подача. Момент у Броуков. И штанга. В штангу Броуки попадают. Это Жекич. И кажется, сейчас они кричат арбитру, чтобы он взял паузу. А Бейбеги взяли тот самый мяч другого цвета. Вот еще раз. Да, носком пробил Жекич поворотом Кашиутова. А на вес исполнял тот самый Табрис Мирзоли. В Табрик. У него прекрасная горная ливия. Табрис у мяча. Бьет поворотом. Кашиутов вытаскивает. И получает похвалу даже от соперника, кажется. Костя Корж. Слушайте, но мяч-то нырял прямо в верхний угол. В верхний ближний. Костя, блядь! Нет, это Корж, Корж. Табрис, Табрис, Табрис! Нервничает Игорь Звездин. Поликарп. Время истекло. Поликарп. Мяч катится в аут. Нужно оставлять его в игре. Но он уходит в аут. И матч закончен. Броуки одерживают первую победу в первом же туре четвертого сезона Винлайм медийной футбольной лиги. Поликарп просто увлекся игрой. И он не видел, что время закончилось. И Броуки, забив гол усилиями Мазура и Гелезудинова в первом тайме, одерживают тяжелейшую победу над полуфиналистом медийной футбольной лиги прошлого сезона командой Бей-Беги. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ